Михаил Александрович Шолохов Рассказ «Нахоленок» Краткое содержание Перед прослушиванием подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания! У восьмилетнего Миньки счастливый день пришел Батянька, красноармеец, который до войны был пастухом в селе. Поначалу Минька не признал отца и настороженно отнесся к нежностям большого усатого человека. Однако вскоре мальчик не отходил от отца ни на шаг, жадно слушая его рассказы о товарище Ленине, о событиях на войне и борьбе против господ. Сельские мальчишки из богатых семей дразнили Миньку нахоленком за его неугомонный нрав, а также за то, что его мать под забором родила и никогда не была замужем. Покуда отец Миньки воевал, мальчика воспитывала мать и старый дед, который очень любил внука постреляныша, но не давал ему спуска за шалости и проказы. На местном собрании отца Миньки выбрали председателем колхоза. Однако многие были недовольны тем, что к власти пришел «коммуника». Позже в селе появился подотряд, потребовавший у людей сдать в добровольном порядке излишки пшеницы. Минька показал подотряду, где находился тайник с пшеном богатого попа. После этого случая никто больше не играл с Минькой. Отец вновь отправился воевать с бандами. Той же ночью за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы. Среди погибших оказался и отец Миньки. Когда банда оказалась в селе, дед посадил Миньку, верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал. Он велел внуку скакать за реку, просить помощь у красногвардейцев. Мальчику было очень страшно, он сломал ногу, но выполнил поручение деда. Заключение В произведениях Шолохова простым, но вместе с тем ярким, образным языком описаны все ужасы военного времени. В маленьких трагедиях обычных людей показана большая трагедия всего народа в период гражданской войны. Субтитры создавал DimaTorzok